Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу сделать небольшой гайд для новичков, да и тех, кто немножко уже разбирается в игре, по интерфейсу Endless Space 2, о всяких неочевидных вещах, которые вы, может быть, не замечаете, но на самом деле они очень важны для игры и помогут вам лучше её понять. Ну, во-первых, смотрите, вот когда входишь в звёздную систему, тебя обязательно будут выстраивать планеты по ранжиру, чтобы было удобно смотреть, ну а во-вторых, обратите внимание, у меня сейчас интерфейса нету вообще на экране, просто потому что Shift 10, опа, и всё возвращается обратно, вот Shift 10, удобная кнопочка, если вы не хотите, чтобы все эти циферки вам захламляли экран. Ну, начнём. Все важные вкладки находятся на функциональных клавишах. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 и всё, до F8. Имейте в виду, это удобно на клавиатуре всё переключать. Ну и либо вынесено вот на эту панельку. Начну с не очень очевидного, и о чём меня довольно часто спрашивают в комментариях, зачем нужны вот эти ресурсы. В Endless Legend, например, при наборе определённого количества ресурсов вы на него нажимали, и запускался бонус вашей нации какой-то. В Endless Space 2 же всё по-другому. Вы модернизируете ваши колонии. Сначала любая ваша колония первого уровня, ну, ваша планета. Сначала колония, потом становится планетой первого уровня. Чтобы её проапгрейдить, для начала в технологиях надо дойти до третьего уровня. Вот видите, третий уровень, и тут такая иконка планеты и вверх. Потом до четвёртого уровня, до пятого. Третий уровень позволяет апгрейдить до второго уровня вашей планеты. Это до третьего и до четвёртого. Ну, то есть тут максимум только четыре уровня, как видите. Так вот, чтобы проапгрейдить вашу планету, вы должны выбрать какой-либо из этих ресурсов роскоши и вставить в слот. Имейте в виду, как только вы его... Это не на этом экране ещё происходит, вы нажимаете на Level Modernization, туда переходите, но как только вы вставили, вы поменять его уже не сможете. И вернуться что-то другое вставить тоже не будет, нельзя. Так что выбирайте с умом, выбирайте тех ресурсов, которых у вас много, а не тех, которых вам хочется сюда вставить. То есть это такой ещё возможность разработчики сделали, чтобы мы пытались по-разному играть, а не только на какой-то один ресурс ориентировались. Вставив его, сохраняете, и теперь каждая планета для уровня следующего будет требовать 25 ресурсов. Я, кстати, не уверен... Точнее, я уверен, что это зависит от размера карты ещё, потому что я сейчас играю на огромной карте, поэтому, видимо, 25 ресурсов. На другой карте эта цифра будет меньше. И чтобы вот апнуть одну из планет на второй уровень, вам понадобится теперь вот мне в данном случае Эдамские благовония. Ну, я опять же на английском версии вам показываю, просто потому что локализация русская всё ещё до конца не доведена. Для второго уровня вам уже понадобится два ресурса, причём вы можете использовать и предыдущий тоже. Не важно, он не запрещён. Ну и для четвёртого уровня три ресурса уже надо будет. Так что, чтобы все планеты проапгрейдить, вам потребуется довольно много ресурсов. Тут вы сразу видите, ресурсы уже разбросаны по категориям, что они будут давать планете. Если в данном случае, видите, я использую Эдамские благовония, каждый житель на планете, когда я модернизирую его до второго уровня, будет давать два влияния. Ну, в данном случае это культура в этой игре. До третьего уровня, если я модернизирую, ещё два влияния и четыре производства. Мы можем зайти сейчас на планету какую-нибудь третьего уровня, и посмотреть, как это работает. Вот видите, наши жители, я в данном случае играю за Горацио, сами по себе мне культуру не дают. Вот слева можно увидеть. Но если навести на планету, то мы увидим, что 42 культуры от жителей капает. Это вот можно посчитать, это как раз от уровня планеты. Давайте найдём какую-нибудь колонию второго уровня, просто вам... Я просто чисто продемонстрировать. Вот колония второго уровня, здесь всего лишь шесть. Потому что три жителя, там каждый житель даёт две культуры, вот шесть. Притом тут нету... Ещё есть модификаторы на счастье, там на первой планете, которую я вам показал, там было стопроцентное счастье. Там плюсы всякие ещё, надбавки идут. Здесь просто вот тупо шесть от трёх жителей. Поэтому ресурс управления роскошью очень важен. И не забывайте апгрейдить ваши колонии до второго-третьего уровня. Потому что когда у вас в колонии, например, 30 жителей, и уже даже второй уровень, плюс два какого-либо из ресурсов будет давать, то есть это уже плюс шестьдесят. Плюс шестьдесят. Только в одной звёздной системе. Согласитесь, очень хороший прирост. Так что вот этот экран очень-очень важный. И многие, ну, новички, естественно, не очень понимают, зачем он. Но, естественно, ещё раз повторю, для того, чтобы это открывалось, надо идти вот по ветке экономики и торговли в технологиях, чтобы открыть. То есть третий уровень, потом четвёртый, потом пятый. Начиная только с третьего уровня. Вообще, кстати, вот опять же, вот эта сеть технологий мне не очень нравится. Она перешла из первого Endless Space, чем-то похожа на Beyond the Earth. То, что было. Но в Beyond the Earth, по-моему, было удобнее и интереснее. То же самое касается и кругов технологий из Endless Legend. Там они мне больше нравились, чем всё это сделано здесь. Ну, по-моему, не очень удобно и визуально понятно, что происходит в дереве технологий. Я считаю, что всё-таки можно было сделать получше. Другой важный экран, который не очень многие находят, находится по клавише F5. Военный статус. Ну, тут всё просто. Вот каждый открытый корабль вы можете открывать и апгрейдить. Ставить какие-то новые прибамбасы. Например, вообще просто резетный дизайн. Неподходящие модули. Подходящие на защиту дополнительные модули. На атаку. Все. Это всё понятно. Вот на этом я не буду особо останавливаться. Единственное, вот уточню, что здесь, когда вы ставите нападение и защиту, ползунки двигаются в разных направлениях. От энергетического до кинетического оружия. То есть, вы можете, например, посмотреть, что у соперника флот настроен. Ну, вот давайте здесь. Выбираете просто флот соперника, да? И смотрите, что у него посередке. У него сбалансировано. Нет, вру. У него как раз атака кинетическая, а защита от энергетического оружия. Значит, заходите в свой корабль. Ну, это только я один корабль выбрал просто. Понимаете, что это не флот у него, просто один корабль. Вот видите, у меня оружие энергетическое. Значит, против того корабля это оружие будет не очень. Туда тоже кинетическое поставить. Что ставите, как вам удобно, и таким образом модерируете свой флот. Но в этой вкладке я немножко другое хотел показать. То, что немногие замечают. Вот заходите в милитарий статус, и тут ещё слева две вкладки, и две маленьких кнопочки. Первая кнопочка — это наземные войска. Вот тут вы регулируете, сколько силы отправлять в наземные войска либо в пехоту, либо в танки, либо в воздушные. Но воздушные у меня ещё не открыты, поэтому я не могу никого туда отправлять. Плюс к этому вы можете ещё апгрейдить ваши войска. Видите, если у вас есть ресурсы, у меня уже четыре апгрейда для наземных войск и для танков. Четыре апгрейда есть, они добавляют определённые бонусы им. Но самое главное — вот это вот распределение. А то многие не понимают, пишут опять же в комментариях, «Я открыл танки, а у меня почему-то их нету на планете». Потому что вы не зашли вот в это окно менеджмента и не убрали с наземных юнитов на танки. Кстати, вы не забивайте совсем на юниты, потому что они хорошо действуют против самолётов. Обратите внимание, плюс 50% урона против самолётов, плюс 20% урона на империи. Ну это просто на империи. Вот ещё плюс 50% урона против самолётов. То есть уже у меня плюс 150% урона против самолётов. Поэтому здесь всё работает как камень, ножницы, бумага. Танки хороши против пехоты, самолёты хороши против танков, пехота хороша против самолётов. Хотя я не очень понимаю, почему пехота хороша против самолётов, но система — камень, ножницы, бумага. И вот распределение юнитов, опять же, если вы поставите 100%, у вас не сразу, не следующим ходом все юниты, вся пехота станет танками. С каждым ходом просто количество танков будет постепенно увеличиваться. Таким образом работает. И вторая вкладка ещё — боевые тактики. Это уже для битвы между флотами, тактические битвы. У вас вначале вот есть вот эти три тактики. С самого начала они у вас будут доступны. Когда у вас начинается какой-то бой... Давайте я вам покажу. Вот я начинаю бой. Ну, тут мне надо выбрать с кем, пофигу, просто чтобы показать. Когда у вас начинается бой, вы выбираете, какой тактикой пользоваться. Вот те три тактики, которые я вам показал на том экране. Плюс 75% абсорции... Ну, поглощение урона. Это поглощение урона с щитами и... Но при этом минус 10% к урону от вашего оружия. Вот выбираете, какой тактикой воспользоваться и нажимаете бой. Тут всё происходит, к сожалению, автоматически. Можете посмотреть. Ну, тут не особо это всё повлияло. Но эти тактики в течение игры можно менять. Более того, вы будете новые тактики открывать. И вот у меня открыты тактики, которые я могу использовать. Видите, сколько их. Более того, я могу... Вот у меня сейчас на выбор было три тактики. Три тактики. Но я с течением времени могу открывать технологии, которые мне могут давать на выбор пять тактик. И добавлять сюда. Вот я убираю, например, эти... Вот сейчас я поменял тактику. Могу просто их сейчас убрать, чтобы они тут не мешались. И выбрать ещё какие-нибудь другие тактики для выбора. Возьму, например, эту и эту. Видите, будет три культуры давать. Прямо как в циве, когда вы варваров убиваете. Вот это тоже очень неочевидно. Тверждаю. И теперь в следующем бою мне будут вот эти три тактики предлагаться. Это тоже неочевидно. Это тоже зарыто, по-моему, в интерфейсе. Но это очень важный момент игры, который может помочь вам побеждать. Ну и последние моменты я вам ещё на... Тут вообще много про интерфейс можно говорить на самом деле. Но я хочу не очень большое видео сделать. И ещё раз расскажу, что на самих планетах. Не планетах даже, а в звёздных системах можно делать. Тут понятно, что вы можете жителей перебрасывать, делать специализации, делать терраформинг вот с помощью этих кнопочек. Не забывайте о специализации. Вот мне в первом ФФА-сериале по Endless Space пеняли, что я забыл о специализациях планет. Это очень важно. Виттенберг, индустриальная специализация, даёт плюс одно производство от каждого жителя и плюс одно производство от каждого жителя на горячих планетах. Вот у меня везде стоит на науку, и тут просто пытаюсь в этой игре научно победить. И научная специализация даёт плюс одну науку за каждого жителя и плюс одну науку на каждой холодной планете, вот на этих двух планетах. Видите, поэтому у меня тут науки больше, например, чем на этих двух планетах, которые горячие. Не забывайте. Но слева, опять же, есть ещё много маленьких иконок очень важных. Ну, Manage Population, это я играю сейчас за Горацио. Тут можно комбинировать гены, и вот у меня уже каждый житель Горацио даёт мне 9 еды, 5 науки, 4 счастья. Но это чисто фишка Горацио такая. Так что у вас вот этой иконки просто не будет, если вы за какие-нибудь другие будете играть. А вот следующие иконки очень важно рассмотреть. Во-первых, какие у вас здания уже построены. Вы их можете удалять за какие-то деньги. Очень хорошо, если у вас захватывают планету, вы можете сразу все здания удалить. Так что вот эта иконка показывает, что у вас уже построено на планете. Дальше, вы можете, если вы заманались заниматься микроменеджментом на планете, вы можете поставить автоматизацию. И выбрав эту автоматизацию, например, на производство, автоматически у вас будет всё строиться, что будет давать производство звёздной системе. Следующая глава показывает ваше население и его счастье. Чем выше счастье, тем больше вы бонусов будете получать. Соответственно, чем ниже счастье, тем больше штрафов. То есть 50 на 50. Выше 50% начнутся бонусы, ниже 50% штрафы. В данном случае, видите, у меня максимальный 100%, и я получаю плюс 25% еды и плюс 25% культуры от этого. И наведя на иконку счастья, вам расписывают, откуда и сколько у вас счастья идёт. В данном случае, видите, у меня плюс 132 от моего основного населения, потому что мне там каждый житель плюс 4 счастья даёт. Плюс 50% просто от колонии, от базы колонии, но при этом минус 25% от перенаселённости звёздной системы и ещё минус 50% от того, что у меня слишком много планет. Вот обратите внимание, в первой вкладке есть поддержка империи, и вот тут написано, сколько планет ваша империя, сколько звёздных систем, звёздных систем, это важно, сколько звёздных систем ваша империя может заселить. Вот у меня 22, так как у меня 27 заселено, то я получаю вот этот штраф к счастью. Но в данном случае он никак не влияет. И здесь же нарисованы жители в ваших системах. Вы можете навести и посмотреть, сколько один житель даёт. Вот у меня Горацио даёт, опять же, видите, как кучу всего, потому что гены соединены. А вот отдельно минорная тут фракция была Тиканан. Они дают плюс 5 силы вход от каждого жителя. Ну, это к человеческой силе, вот к тем самым пехоте, к танкам. И плюс 5 ещё к силе на фертильных планетах. У меня, по-моему, фертильных планет... А нет, вот две есть. Две планеты такие есть. Так что вы смотрите, какие жители у вас есть. И, например, если они дают на фертильных, да, то вы можете их перебрасывать, ну, в данном случае, где они сидят-то у меня. А, вот они, видите, все пятеро сидят не на фертильной планете. Значит, надо их перебросить, поменять местами. Всё, поменял местами. Теперь они будут больше бонусов давать. Следующая вкладка — это влияние политических партий на вашей планете. Опять же, вот на эту маленькую иконку можно нажать, перейти и посмотреть, почему именно в этой звёздной системе эта партия получает большее влияние. Вот в данном случае у меня милитаристы. Потому что нас атаковали, и в течение 17 ходов это влияние ещё будет действовать. Ну, вот какой-то глюк, опять же, это вот переменная, которая должна по-другому здесь выглядеть. Но тут какое-то событие с Академией связанное происходит. Дальше. Мы в войне. Вражеский флот был перехвачен. Мы выиграли битву. Потеряли систему. Ну, это, по-моему, я как раз захватил систему. Были атакованы. Милитаризированный герой был взят на службу к нам. Мы потеряли планету. И уникальное военное здание было построено. И написано, сколько ходов это событие будет действовать. Давайте я вам покажу планету, где больше влияние другой партии. Не планету, опять же, звёздную систему. Я всё, знаете, категориями звёздных систем. Вот, например, тут пацифисты. Почему здесь пацифисты больше влияют? Потому что наш флот рядом с этой системой, или в этой системе, был перехвачен врагами. Минорная цивилизация была подкуплена. То есть мы её не захватили, а подкупили, как бы, мы пацифисты. Мы проиграли битву. Встретили какую-то империю. Другую. Построили здание для улучшения праха. Ну и так далее. В общем, вот такое влияние этих всех политических партий. Если вы не хотите, чтобы у вас поменялся политический строй, или чтобы у вас сменилась та партия, которая у вас сейчас у власти, то за этим всем надо будет следить, конечно. Особенно на высоких уровнях сложности. Ну, собственно, пока всё. Дальше идут герои и переправка жителей с одной планеты на другую. То есть вы просто сюда размещаете их. В данном случае я могу четверых отправить. Выбираете, в какую систему хотите отправить. Например, на колонию 2. И всё. И пойдёт. Полетят туда ребята. Сколько-то ходов. Да, ещё один важный, неочевидный момент. Вы можете нажать вот на эту либо кнопку трейдскан, либо на пробел. И перейдёте вот в такое окошко. Ну, это для торговли. Тут торговые пути. Кто союзник, кто соперник. Вот видите, вот эти красные, подсвеченные, с кем я воюю. Но это не самое интересное. Если вы придвинете ближе к своим системам, вы увидите их выхлоп. Вот смотрите, такой цветочек. Синяя — это наука, фиолетовая — это культура, зелёная — это пища, красноватое — это производство, и жёлтое — это деньги. И таким образом вы можете посмотреть, сколько у каждой из ваших систем выхлопа этого производства одного из ресурсов, необходимых для вашей империи. Но этого мало. Вы можете подвинуться ещё ближе, и тогда у вас получится вот такая статистика в этих планетах. Вот этот график показывает, на каком месте в вашей империи эта планета по выхлопу ресурсов всех вместе — и праха, и прогресса, и пищи, и производства. На каком месте по обороне, на каком месте по количеству жителей, и на каком месте по количеству представителей в парламенте. Сколько представителей эта планета посылает в парламент. А здесь график сколько всего звездных систем известно, и на каком месте данная звездная система в общем ранге. Но и этого мало, если вы еще ближе подвинетесь, вот прям как бы зайдете в город, то увидите выхлоп каждой планеты в этой системе, кто что дает, и торговля планеты, и героев, как бы бонус вот от героев, видите, этот герой дает 54 производства, и 71 еду, благодаря своим умениям этой звездной системе. Так что это тоже очень важно, пользуйтесь пробелом почаще, это интересно смотреть, интересно вот наблюдать за всеми этими графиками, по-моему. На этом пока все, по-моему самые важные и неочевидные моменты интерфейса Endless Space 2 я вам сейчас объяснил, но если все еще остаются вопросы, то конечно спрашивайте в комментариях, и пишите о чем сделать гайд в Endless Space 2 следующим. Только единственное не надо говорить рейтинг фракции цивилизации, я еще сам не за все сыграл, и вряд ли я в ближайшее время смогу сделать по ним гайд. На этом все, вы слышали Лешу Халецкого, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб, во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.